Глубоко уважаемые студенты 5 курса педиатрического факультета вашему вниманию предоставляется вторая лекция по предмету акушерства и гинекологии рак тела матки план лекции гиперпластический синдром репродуктивной системы у женщин полипос эндометрия и рак тела матки и так предраковые заболевания или состояние это изменение в тканях с патологической пролиферации эпителия при которых повышена вероятность образования рака таким образом вы видите что образование рака происходит несколько этапов от нормы через гиперплазию дисплазию и уже формирование раковых клеток гиперпластический синдром гинекологии это комплекс морфологических изменений в тканях мишенях характеризующийся избыточной контролируемой пролиферации клеток неопухолевой природы ведь гиперплазии метаплазии регенерации бесклеточной атипии сохранением нормальной гистер структуры тканей это гиперпластические процессы одновременно происходящие практически во всех органах репродуктивной системы гиперпластические процессы представлены в гиперпластические процессы репродуктивной системы представлены на рисунке и вы видите что к ним относятся миома матки генитальный эндометриоз гиперплазия эндометрия доброкачественные заболевания молочных желез что касается фиброзно-кистозной мастопатии и гинекологические заболевания то фиброзно-кистозная мастопатия в популяции встречается с частотой до 65 процентов до 92 процентов у больных выявляют сочетание гиперпластических процессов молочных железах и половых органах гинекологическая заболеваемость женщин страдающих доброкачественными заболеваниями молочных желез приходится 1,1 заболевание на каждую пациентку причиной возникновения гиперпластического синдрома в органах репродуктивной системы создает недостаток прогестерона и перед вами находится такая кривая которая изображает содержание вот здесь мы видим синяя кривая это эстрогена в разные периоды жизни женщина от рождения подростковый ранний поздний репродуктивный период и менопаузальный период когда происходит его снижение и прогестерон вот прогестерон мы видим от минархи до пожилого возраста происходит это зеленая кривая его снижение таким образом а а красная линия это уровень так скажем максимального содержания гормона и поэтому здесь мы видим что в какие периоды жизни могут возникать эти заболевания вы видите что здесь может быть происходить в период подростковый это может быть на этапе позднего репродуктивного периода это может быть в позднем репродуктивной как предменструальный синдром также может быть в эти периоды жизни и недостаток прогестерона может проявляться в виде гиперэстрогении абсолютные гиперэстрогении при сохраненном менструальном цикле и относительная гиперэстрогении при недостаточности второй фазы и ановуляторных менструальных циклах здесь представлены этапы старения репродуктивной системы женщины и собственно говоря еще раз можно посмотреть те периоды в которые может возникать этот дефицит прогестероновый соответственно гиперэстрогения как относительное так и абсолютное здесь представлены органы мишени репродуктивной системы и еще раз мы с вами вспомним что сюда относится молочная железа относятся яичники матка соответственно вот это есть все вместе за и мы зависимые друг от друга органы репродуктивной системы для женщины с гиперпластическим синдромом характерно следующие особенности прежде всего генетические мутации повышенный или ацикличный уровень фолликулостимулирующего гормона и или пролактина внутриматочные хирургические вмешательства воспалительная реакция изменение рецепторной активности ткани и мишени с преобладанием бета-рецепторов эстрогенов и прогестерона в эндо и в миометрии неблагоприятные внешние факторы среды это курение стресс депрессия нарушение апоптоза клеток а также модулирующее действие половых гормонов реализуется при участие ростовых факторов это инсулиноподобный эпидермальный и трансформирующий фактор роста при гиперпластическом синдроме происходят общие молекулярные механизмы внутриклеточных пролиферативных процессов то есть здесь происходит выраженный пролиферативный потенциал увеличение ароматозной активности устойчивость к каптозу системная иммуносупрессия усиленный ангиогенез локальная воспалительная реакция лечение это гормона терапия позволяет блокировать течение хронического процесса но у 65 процентов женщин возвращается к исходному состоянию поэтому современными подходами лечения гиперпластических заболеваний в гинекологии вы видите это есть два направления гормональная терапия агонистами гонадорелизин гормона гистогены либо хирургическое лечение после гормонального лечения возможен рецидив и тогда выполняют органосохраняющие лечение рецидив и тогда уже идут на радикальный метод лечения в виде пангистроктомии лечение разнообразие гормональных препаратов позволяющие индивидуализировать тактику ведения пациентки порой наоборот подталкивает врача к хаотичному выбору варианта терапии по образному урожению гормонофобия чередуется с безрассудной стрельбой из пушки по воробьям поэтому на сегодня мы рассматриваем канцерогенный эффект что же обеспечивает канцерогенный эффект канцерогенный эффект или же озлокачествление происходит как правило из опухолевой стволовой клетки на которую оказывает влияние генетические мутации но это явление не частое и вы видите до 13 процентов но в основном возникает канцерогенный эффект ввиду влияния на опухолевую стволовую клетку на незрелую клетку эпигенетических модификаций в 100 процентах случаев что же мы можем отнести к эпигенетическим модификациям это есть инфекция это есть воспаление оксидативный стресс травма локальное нарушение метаболизма интоксикация факторы питания и экология все эти факторы оказывают влияние на активацию ферментов эпигенетических модификаций генома на гистон деацетилазу в результате изменяется конформация хроматима хроматина днк метил трансферазу и происходит метилирование генов а в целом это вызывает изменение генетической программы клеток и консервация патологических нарушений значимость патогенетических факторов канцерогенеза на протяжении жизни женщины разный мы видим что нарушение на стадию амброгенеза это происходит в возрасте до 15 и старше врожденные генетические нарушения в возрасте от 10 и где-то до 60 метаболические и эпигенетические нарушения экспрессии генов в возрасте от 30 и до 90 где-то и где-то 45-50 идут опухлевые стволовые клетки и и это есть период зоны спорадического рака гиперплазия эндометрия это доброкачественная патология слизистой оболочки матки которая характеризуется прогрессированием клиника морфологических проявлений от простой и комплексной гиперплазии до атипичных предраковых состояния эндометрия развивающаяся на фоне абсолютной или относительной гиперэстрогении здесь представлена распространенность гиперпластических процессов эндометрия и здесь вот эта простая гиперплазия эндометрия которые чаще бывают в переменопаузальный период это сложная гиперплазия эндометрия которые практически с одинаковой частотой встречается и в последние годы часто стало встречается и в репродуктивном возрасте и аденокарцинома которая также находится где-то на том же уровне и все-таки чаще тоже возникает в переменопаузальный период слизистая оболочка матки эндометрий имеет мезенхимальное происхождение и включает в себя два слоя базальный и функциональный который обладает способностью видоизменяться под влиянием половых гормонов и ряда других факторов и состоит из железистого эпителия стромы и густой сети кровеносных сосудов в климактерии происходит постепенная атрофия функционального слоя но базальный слой сохраняет гормональные рецепторы обладает памятью пластичностью и регенеративными свойствами то есть даже после наступления менархи менопаузы извиняюсь остается мишенью для половых гормонов в норме по узи эндометрия в менопаузе толщина эндометрия не должна превышать 4 5 миллиметров эмеха больше 4 миллиметров становится предпосылкой для проведения наблюдения за стоянием эндометрия в динамике с повторением контрольных узи через 3 месяца и полгода толщина эндометрия считается патологической 8 и далее миллиметров для точной постановки диагноза в этом случае необходимо провести диагностическое выскабливание размер 10 15 миллиметров является показанием для проведения раздельного выскабливания с гистологическим исследованием материала яичники эхографическая картина в постменопаузе при длительности постменопаузы до двух лет наличие небольших жидкостных образований до полутора-двух сантиметров в диаметре рассматривается как вариант нормы при длительности 15 лет определяются единичные премордиальные фоникулы на фоне сниженной звукопроводимости при уменьшении объема яичников в два-три раза при более длительной постменопаузе необходимы исключать истинную опухоль яичника полипендометрия это вырост из внутренней полости матки в каком-нибудь одном месте внутри матки полипендометрия образуется из из-за избыточного роста клеток эндометрия полипендометрия может быть один или сразу несколько размеры полипов эндометрия могут быть разными от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров полипендометрия это вырост эндометрия имеющий такое же строение как эндометрий железы фиброзная ткань отсюда и название доброкачественных полипов эндометрия железистые фиброзные железистофиброзные полип могут выявляться в любом возрасте но чаще всего в период от 40 до 50 лет полипендометрия относит к опухолевидным образованиям эндометрия не имеющих признаков истинных пролиферативных процессов и в настоящее время вынесены за пределы морфологической классификации классификация по мкб 10 полип женских половых органов другие невоспалительные поражения матки за исключением шейки матки это железистая гиперплазе эндометрия кистозная гиперплазе эндометрия celeзистая гиперплазия эндометрия и полипалитная гиперплазе эндометрия аденоматозная гиперплазе эндометрия классификации гиперпролиферативных процессов эндометрии разработанной субкомитетом по телу матки международного Сообщество гинекологов-патологов и утверждённое Всемирной организацией здравоохранения в 1994 году. Простая, нетипичная гиперплазиэндометрия, комплексная, нетипичная гиперплазиэндометрия, простая, атипичная гиперплазиэндометрия, комплексная, атипичная гиперплазиэндометрия, аденокарцинома. Простая гиперплазия эндометрия без атипии, когда происходит увеличение объема железистого компонента, железистая или железисто-кистозная гиперплазия. С атипией это наличие атипии клеток желез, при этом структурные изменения желез отсутствуют. Сложная гиперплазия эндометрия делится также без атипии и с атипией. Без атипии с относительным уменьшением стромального компонента, нарушение архитектоники, тканевая атипия, это нерезкий атеноматоз. И нарушение архитектоники, клеточная атипия, резко выраженный аденоматоз. Риск канцерогенеза при гиперплазии эндометрии. Если простая гиперплазия эндометрия, то риск возникновения рака эндометрия составляет 1-2%. Сложная гиперплазия это 3-6%. И гиперплазия эндометрия с атипией 25%. Клиника морфологическая классификация гиперпролиферативных процессов эндометрии по Бухману 1995 года. Фоновые процессы это железистая гиперплазия, эндометриальный полип, предраковые заболевания, атипичные гиперплазии, рак эндометрия. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения 2004 года, для простой нетипичной гиперплазии эндометрия характерно увеличение количества как железистых, так и стромальных элементов при незначительном перевесе первых. То есть здесь имеют место рецепторы прогестерона и рецепторы эстрогенов. Многоядерность эпителия, близко расположенные железы расширенного или воспалительного характера с потерей стромы между ними. Этиологические факторы гиперплазии эндометрия. Сдвиг гормонального гомеостаза за счет сдвига в центральной нервной регуляции репродуктивной системы, вызывающие недостаточность лютеиновой фазы. Абсолютная или относительная гиперэстрогения. Наследственная предрасположенность. Причины гиперплазии эндометрия также являются анновуляция и дефицит прогестерона, нарушение процессов пролиферации в эндометрии, ингибирование процессов апоптоза, нарушение рецепторного фенотипа эндометрия. Строение эндометрия при различных видах анновуляции. И мы видим, что при эстрогении и гиперандрогении преобладает простая гиперплазия и атрофия, эндометрия. А при гиперэстрогении преобладает, мы видим, атипичная гиперплазия. Атипичная гиперплазия. Но и здесь представлено этиопатогенетический процесс, который происходит. То есть происходит рецитивирующая персистенция фолликула или фолликулярная киста, которая обеспечивает состояние гиперэстрогении. То же самое происходит и при хронической гиперандрогенной анновуляции, что обеспечивает гиперплазию эндометрия. Также на гиперплазию эндометрия, с одной стороны, оказывают метаболические нарушения. И важный фактор в этом случае оказывает фактор времени, длительность эстрогенных влияний на эндометрию. А с другой стороны, при склерокистозном заболевании яичников, оказывает влияние непосредственное действие лютеинизирующего гормона на эндометрию. И инсулин-зависимый фактор. Что в целом вызывает гиперплазию эндометрия. Гиперплазия эндометрия чаще возникает на фоне анновуляции и клинически проявляется. Вот здесь представлены варианты анновуляции на фоне абсолютной гиперэстрогении, когда происходит персистенция фолликула. В репродуктивном возрасте это может быть эпизод, а в пре-перименопаузе – это закономерность. Относительная гиперэстрогения, атрезия фолликулов и хроническая анновуляция. И метаболический синдром – независимый фактор риска гормона зависимых заболеваний. Дисфункциональные маточные кровотечения, здесь патогенез представлен, это нарушение гонадотропной функции гипофиза, гормональные дисфункции яичников, в результате которой происходит атрезия фолликула, либо персистенция фолликула. В целом и то и другое состояние обеспечивают гиперэстрогению и удлиняют время и повышают интенсивность пролиферации эндометрия, что стимулирует и способствует возникновению гиперплазии эндометрия. Диагноз гиперплазия эндометрия ставят на основании диагностического выскабливания полости матки, гистологическое исследование ткани эндометрия, выполнение гистероскопии после выскабливания и ультразвуковое исследование, которое выполняется на этапе дофракционного выскабливания. Основным методом диагностики является раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала и полости матки с последующим гистологическим исследованием полученного материала. Итак, гистероскопия позволяет детально изучить состояние эндометрии и провести четкую топическую диагностику. Толщина эндометрия по УЗИ, толщина неизмененной эндометрии у женщин репродуктивного возраста 9,8, гиперплазия 15,4 и, как правило, при аденино-карциноме это 20,2 мм. Диагностика, используемый в настоящее время золотой стандарт обследования пациенток на предмет гиперплазии эндометрия, недостаточен для точной диагностики заболевания. Современный уровень знаний диктует необходимость иммуногистохимического определения маркеров сосудистого эндотолиального фактора роста белка P3, P53 и K67, то есть это показатели пролиферативной активности ткани. Для диагностики и дифференцированного подхода к лечению гиперплазии эндометрия. Клинические проявления – это скудные кровенистые выделения до или после менструации, это кровотечение в середине менструального цикла, это могут быть обильные менструации, это могут быть кровенистые выделения через несколько месяцев или лет после менопаузы, это могут быть указания в анамнезе на бесплодие и неудачные ЭКО. Если идти по лестнице от нормы к раку, то первое – это фоновые процессы, железистая гиперплазия, эндометриальные полипы, предраковые изменения – это атипическая гиперплазия, и только потом рак. Рак эндометрия – это аденокарцинома, железисто-плоскоклеточный рак и недифференцированный рак. Итак, рак эндометрия, он бывает двух типов, и они таким образом отличаются. Первый тип, который возникает на фоне гиперплазии, обычно длительно текущей гиперплазии, или рецидива гиперплазии. Второго типа – это на фоне атрофии, обычно короткая в результате эстроген независимых механизмов возникает. Степень дифференцировки опухоли при первом типе – это, как правило, высоко дифференцированная или умеренно дифференцированная опухоль. При втором типе, как правило, низкодифференцированная. Глубина инвазии в миометрии при первом типе чаще поверхностная, а при втором типе чаще глубокая. Потенции к лимфогенному метастазированию при первом типе невысокие и при втором типе высокие. Чувствительность к прогастогенам при первом типе высокая, при втором типе невысокая. Первично множественные опухоли при первом типе, как правило, яичники, молочная железа, толстая кишка. Первично множественные опухоли для второго типа не характерны. Морфологический вариант при первом типе – это, как правило, эндометриоидная или муцинозная аденокарцинома. При втором типе не эндометриоидный вариант. Средний возраст при первом типе чаще всего возраст 59 лет, а при втором типе – это более старшее возрасте женщины 66 лет. Молекулярно-генетические нарушения для первого типа характерны супрессорный ген ПТЕН, потеря которого отмечается уже на ранних этапах канцерогенеза и часто регистрируется при наличии гиперплазии с атипией. Мутации гена КРАС приводят в независимый от рецепторов факторов роста активации патологических путей. Инактивация компонентов в системе репарации ДНК ведет к микросателлитной нестабильности. Мутации ПТЕН, КРАС и микросателлитная нестабильность ДНК МСИ часто сочетаются друг с другом. Мутации гена БТА-катенин обычно наблюдаются изолированно от других изменений. Молекулярно-генетические нарушения при втором типе рака теломатки – это мутации, характерные для пролиферативной активности П53, П16, гиперэкспрессия рецепторов ХР2-НЕО, уменьшение рецепторов экспрессии Е-катгерина, трансмембранный протеин, снижение экспрессии которого проявляется нарушением межклеточных взаимодействий, и утратой адгезивных свойств. Е-катгерин – это негативные опухоли, ассоциированные с плохим прогнозом. Молекулярно-генетические нарушения для первого типа больше характерна инактивация ПТЕН. На втором месте это будет мутация Б-катенина. Второй тип молекулярно-генетических нарушений, второй тип рака эндометрия, больше характерна мутация П53, инактивация П16 и гиперэкспрессия ХР2-НЕО рецепторов. Уменьшение экспрессии Е-катгерина, тогда как при первом типе экспрессия Е-катгерина. Степень злокачественности при первом типе – низкая, при втором – высокая. Степень пролиферативной активности – диплоидная при первом и анеуплоидная при втором. Анеуплоидная, то есть это независимая пролиферация. Прогноз при первом типе – индолентный, более доброкачественный, а при втором типе – агрессивный. Ну и образно мы можем эти два рака сравнить в виде более мягкой, доброжелательной кошки и первый тип, и тигр агрессивный – второй тип рака эндометрия. Факторы риска возникновения рака тела матки, прежде всего бесплодие и нарушение менструального цикла, связанные с аннувуляцией, приводящей к гиперэстрогении на фоне снижения секреции прогастерона. Это те же самые факторы, о которых мы выше говорили, характерные для гиперплазеэндометрия. Отсутствие родов, при этом риск развития рака тела в 2-3 раза выше, чем у рожавших. Поздняя менопауза после 52 лет увеличивает риск возникновения рака тела матки в 2,4 раза. Это объясняется увеличением с возрастом числа аннувуляторных циклов. Ожирение увеличивает риск возникновения рака тела матки в 3 раза, если масса тела превышает нормальную на 10-22 кг, и в 10 раз, если превышает выше 22 кг. Это происходит в результате более активного превращения андростендиона в эстрон в подкожной клетчатке и, следовательно, возникновению гиперэстрогении. Синдром Штейна-Левенталя. Гормон, продуцирующий опухоли яичников. Наличие гормонозависимых опухолей в анамнезе при перенесенном ранее раке молочной железы в 14 раз чаще встречается рак тела матки. Длительный прием эстрогенов в больших дозах в 10-15 раз увеличивает риск. Прием тамоксифена в 8 раз. При сахарном диабете рак тела матки возникает в 3 раза чаще. И наследственный фактор на 10% увеличивает риск. Также фактором риска является хронический эндометрит, кровотечение в постменопаузе, аденомиоз в постменопаузе, употребление в пищу большого количества животных белков и жиров. Риск рака тела матки снижают комбинированные оральные контрацептивы. Риск рака тела матки снижается на 11,7% в год. Снижение риска сохраняется в течение более 15 лет после прекращения приема оральных контрацептивов. Прием бета-каротина, мононенасыщенных жирных кислот, фруктов и овощей. Физическая активность, умеренное потребление алкоголя по некоторым данным. Предопухолевая патология при гиперплазе-эндометрии, простая гиперплазе-эндометрия или сложная гиперплазия, аденоматоз без отипии, малигнизация отмечается в 1-3% наблюдений. Лечение гормональное редко оперативное и нельзя забывать о гормонопродуцирующих опухолях яичников. При атипической гиперплазии, это простая атипическая гиперплазия, сложная атипическая гиперплазия, аденоматоз с атипией, малигнизация отмечается в 30-50% наблюдений. Лечение оперативное. По строго индивидуальным показаниям, молодым больным может быть предпринята попытка гормонального лечения, может быть аблация и резекция эндометрия. Патологическая анатомия формы роста рака эндометрия, экзофитная, эндофитная и смешанная. Локализация в дне 47,5% частота встречаемости, вся полость матки 24,9%, нижний сегмент 27,6%. Патологическая анатомия, согласно Всемирной организации здравоохранения 2002 года, эндометриоидные формы рака тела матки, они встречаются, аденокарцинома в 80% наблюдений. Это высоко, умеренно и низко дифференцированное. Ну и аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией гораздо реже. Редкие формы рака тела матки – это серозный папиллярный рак, 3-10%, 70% среди Российской Федерации рак тела матки встречается. Мутация П53 встречается у 90-90% случаев. Основной симптом кровотечения из половых путей – нехарактерны эндокринные нарушения, отсутствуют гормональные рецепторы в эндометрии, чаще локализуются в нижнем сегменте матки с переходом на цервикальный канал, характеризуются быстрым, лимфогенным, гематогенным и имплантационным метастазированием, глубокой инвазией в миометрии и диссеминацией по брюшной полости, как при раке яичников. Опухоль одинаково часто метастазирует как с глубоким, так и с поверхностным внедрением в стенку матки. Прогноз здесь неблагоприятный. Светлоклеточный рак встречается 4-6% случаев, 30 из которых среди рака тела матки женщин РФ. Происходит из эпителия мюллеровых протоков, клинически неотличим от предыдущих раков, отличается крайне агрессивным течением и, по данным Абеллера, пятилетняя выживаемость составляет 43%. Рецидивы возникают в 42, в основном в немалого таза, преимущественно в верхней части брюшной полости легких и печени. Муцинозная аденокарцинома, частота встречаемости 5%, диагностируется первая стадия чаще всего, высокая степень дифференцировки и в качестве факторов риска и его развития рассматривают увеличение уровня прогестинов или приема томоксифена после лечения по поводу рака молочной железы. Прогноз в данной ситуации благоприятный. Истинный плоскоклеточный рак – крайне редкая форма опухоли. До настоящего времени описано не более 100 случаев этого заболевания. Данный вид опухоли идентичны к плоскоклеточному раку шейки матки, а также включает бородавчатый вариант. Предполагаемые факторы риска развития плоскоклеточного рака – это цервикальный стеноз, хроническая пиометра, пролапс матки, сквамозная метаплазия, эндометрия, облучение малого таза, чаще встречается в постменопаузе. В основном, это 3-4 стадия, прогноз крайне неблагоприятный. Выживаемость при 1 стадии составляет 70%, а при 3-4 – 20-25%. Смешанная карцинома – условно выделенный вариант эндометриальной карциномы, при котором морфологически определяют два гистологических подтипа. Минорный подтип, который составляет 10%, и наличие даже небольшого компонента агрессивного подтипа, сирозные или мелкоклеточные карциномы влияют на прогноз и тактику ведения больной, назначение адювантной терапии. Наличие любого количества компонента сирозной карциномы является неблагоприятным прогностическим признаком. В 6% случаях встречается недифференцированная карцинома. Это вариант неэндометриоидного рака, при котором не выявлены какие-либо признаки определенного типа дифференцировки клеток. Чаще встречается у пожилых больных и отличается агрессивным течением. Синхронный рак эндометрия и яичников. Крайне трудно провести дифференцированный диагноз между раком эндометрия с метастазами в яичнике и метастазами рака яичников в эндометрии и истинным синхронным заболеванием. Кроме того, встречаются следующие формы патологии. Это мелкоклеточная нейроэндокринная карцинома, переходно-клеточная карцинома. Метастазы в лимфатические узлы. Поражение тазовых лимфатических узлов при различных стадиях, согласно классификации ФИГО, составляет при первой А 5%, при третьей стадии до 55%. Метастазирование рака эндометрия в лимфоузлы малого таза от локализации опухоли, если это верхняя треть матки, то 2%. Поражение всей матки метастазируют в 14,7% и с переходом на цервикальный канал в 21% случаев. Метастазирование также зависит от глубины инвазии. При диаметре опухоли больше 2 см, до 0,5 см из инвазии до 5% идет метастазирование больше 1 см, уже идет 17,2 см. Диаметр опухоли. Если диаметр до 2 см, то метастазирование в лимфатические узлы малого таза составляет 1%, а более 3 см – это 27,3%. Метастазирование рака эндометрия в лимфоузлы малого таза в зависимости от возраста до 30 лет метастазы не определялись. 40-49 лет – 5,7% и старше 70 – 15,4%. В зависимости от степени дифференцировки опухоли метастазирование в лимфоузлы малого таза при высокодифференцированной опухоли 4,5%, умеренно дифференцированное 10% и низкодифференцированное 16,1%. Классификация рака тела матки по системе ТНМ. ТНМ – это 8 пересмотр 2017 года и классификация ФИГО 2009 года. Итак, ТНМ идет с левой стороны крайнее обозначение, а ФИГО идет следующее. И далее идет описание. Итак, ТУМОР – Т первичная опухоль. ТИС – это преинвазивная карцинома или карцинома ин-ситу. Эта инвазия идет в пределах 1-3 мм. Т нулевое – когда первичная опухоль отсутствует. Т1А – карцинома ограничена эндометрием. 1А – это менее 1-2 толщины миометрия. По ФИГО 1Б означает более половины толщины миометрия. То есть, если толщина миометрия 15 мм, а инвазия будет на 5 мм опухоли, то это будет 1А – Т1А. Т2 – когда карцинома распространяется на шейку матки, но не за пределы матки. Итак, еще раз схематично. Рак эндометрия в классификации по системе ТНМ и ФИГО сопоставлены. Итак, слева идет Т1А, Т1А, Т1Б и Т1С. Т1С не выходят за пределы матки. И здесь Т2, когда идет переход из полости на цервикальный канал, на шейку, Т2А, Т2Б идет более глубокое. Итак, согласно классификации, Т3 – это карцином распространяется за пределы матки, включая влагалище, но остается в пределах малого таза. Т3А – распространяя серозной оболочки матки, поражение маточных труб или яичников. Вот она. Т3Ц – метастазы в регионарных лимфатических узлах, то есть метастазы присутствуют в тазовых или параортальных лимфатических узлах. Т3Ц1 – метастазы в тазовых лимфатических узлах, Т2 – в параортальных лимфатических узлах. И Т4 – карцинома, который распространяется на слизистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки и выходит за пределы малого таза. Т4А – прорастание слизистой оболочки мочевого пузыря. Вот она. Или толстой кишки. Вот она, толстая кишка. Это 4А. Здесь представлены нодулюс – лимфатические узлы, регионарные лимфатические узлы таза. Н0 – метастазов в регионарных лимфатических узлах нет. Н1 – имеются метастазы в регионарных лимфатических узлах таза. НХ – недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов. Н3С – метастазы в регионарных лимфатических узлах тазовых и парааортальных. Н3С1 – метастазы в тазовых лимфатических узлах. Н3С2 – метастазы в парааортальных лимфатических узлах. М в классификации ТНМ – это отдаленные метастазы. Н0 – нет признаков отдаленных метастазов. Н1 – это четвертая стадия. Н3С2 – имеются отдаленные метастазы. ТНМ и ПТНМ соответствуют категориям ТНМ. Но П, которая стоит перед ТНМ, это после гистологического исследования операционного материала. Клиническая картина рака тела матки. Основные проявления – это кровянистые выделения. Из половых путей маточные кровотечения. Наблюдается у до 90% больных. В репродуктивном периоде возможно менометрорагия. В пременопаузе и постменопаузе наблюдаются ациклические кровянистые выделения. При стенозе цервикального канала выделений не бывает. Развивается гематометра. Кровянистые выделения из-за влагалища в постменопаузе – это тревожный симптом, требующий неотложного тщательного обследования. Причиной кровянистых выделений далеко не всегда бывает рак тела матки. Это может быть атрофия эндометрия в постменопаузе. Заместительная гормональная терапия в постменопаузе. Прием томоксифена, полипы и гиперплазендометрия. И они бывают так же часто, как и рак тела матки. При раке тела матки возможны гнойные выделения из половых путей, пиометра. При пиометре в постменопаузе обязательно исключают злокачественную опухоль матки. Может сопровождаться болью схваткообразная при скоплении крови в полости матки. Может быть тупая при поражении нервных стволов за счет сдавления опухолевым инфильтратом или метастатически измененными лимфатическими узлами. В 85-90% случаев распространенность опухоли составляет первую-вторую стадию по классификации ФИГО. Этот показатель остается достаточно стабильным. Это объясняется особенностями клинической картины заболевания, заставляющими больных рано обращаться к врачу. Диагностика, первичная диагностика, прежде всего, это хорошо собранный анамнез, выполненный осмотр пациентки. Цитологическое исследование аспирата в 30% бывает ложно-отрицательным. Аспирационная биопсия эффект 95% с помощью инструмента Пайпель. Гистероскопия. Ультразвуковая томография коррелирует с послеоперационными находками до 100% случаев. Рентгенография, скопия лёгких, сканирование костей скелета, определение маркёра СА-125. Уточнение диагностики осуществляется с помощью ультразвуковой томографии с цветовым доплеровским картированием, визуализацию опухоли глубина инвазии, эластосонография, определение опухоли по плотности и сжимаемости ткани. При злокачественной опухоли отмечается жёсткость ткани, цвет синий. Магнитно-резонансная томография, эффективность до 92%. Флюоресцентная диагностика опухоли матки. Ранняя диагностика рака тела матки. Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин репродуктивного и переменопаузального периода в первую фазу менструального цикла. Эмэха 6 мм в норме. У женщин в постменопаузе до 4. Более информативно, у женщин в постменопаузе до 4 мм толщина эндометрия наблюдаем 1 раз в 2-3 года. До 12 мм гистероскопия прицельная аспирационная биопсия. Больше 12 мм аспирационная биопсия. Опухолевый маркер СА-125 при раке тела матки может быть повышен у 20% больных раком. У здоровых женщин источником СА-125 является эндометрий. Уровень СА-125 также зависит от фазы менструального цикла. Наибольшее значение этого уровня выявляется во время менструации. Тактика. Операция – это первый этап лечения большинства больных. Отказ от операции может быть оправдан только в тех случаях, когда риск летального исхода во время и после неё превышает риск смерти от прогрессирования рака тела матки. Частота рецидивов после лучевой терапии как самостоятельного метода лечения составляет 10-15%. В ведущих онкологических клиниках не подвергаются хирургическому лечению из-за тяжёлых сопутствующих заболеваний. Меньше 10% больных раком тела матки ранних стадий. Частые ошибки при определении клинической стадии приводят к неправильному планированию лечения. При раке эндометрия применяются хирургическое, лучевое, гормональное, лекарственное лечение и их комбинации. Оперативное лечение. Практически 90% больных раком эндометрия на первом этапе подвергаются оперативному лечению. Расширенная операция. Это операция Вердгейма при раке тела матки первой стадии не показана. Она не улучшает выживаемости больных, увеличивая число осложнений. В 1962 году Бохман разработал модификацию расширенной экстерпации матки с придатками для лечения больных раком тела матки. Отличие расширенной экстерпации матки с придатками по Бохману от операции Вердгейма – это в том, что не резицируются кардинальные связки, не выполняются туннелирования мочеточников. Хирургическое лечение. Эндометриоидная аденокарцинома G1-2. Согласно данным ФИГО, по первой стадии – это низкий риск, промежуточный риск при 1С. Эндометриоидная аденокарцинома G3, то есть низкой степени дифференцировки, промежуточный риск при 1А-В стадии и высокий риск при 1С. И светлоклеточный или папиллярный сирозный рак здесь имеет высокий риск при 1А-В стадии и высокий также риск при 1С стадии. Низкий риск – это выполнение объема экстерпации матки с придатками и смывы из брюшной полости. Промежуточный риск при выполнении экстерпации матки с придатками в сочетании с тазовой лимфоденоктомией и высокий риск при выполнении экстерпации матки с придатками в сочетании с поясничной лимфоденоктомией. Лимфоденоктомия тазовых и параортальных лимфатических узлов выполняется не во всех клинических центрах, и на сегодня, хотя говорят о том, что необходимо в каждом учреждении, которое оказывает помощь онкологическим больным, выполнять данные объемы. Факторы прогноза. Возраст пациентки 40-49 лет, выживаемость 96%, 70-79 лет 53%. Старший возраст ассоциирован не только с неблагоприятными морфологическими вариантами, но и с более низкой выживаемостью. Стадия заболевания, определенная по результатам хирургического стадирования и гистологического исследования. Гистологический тип опухоли и степень ее дифференцировки. Глубина инвазии. Лимфоваскулярная инвазия. Поражение лимфатических узлов. Рецепторный статус. Наличие рецепторов прогастерона. Независимый прогностический фактор. Оценка пролиферативной активности опухоли с помощью ДНК-проточной цитофлоуметрии. Анеуплоидность. Это независимый фактор. Выявлена корреляция между гиперэкспрессией гена супрессора опухолевого роста ПЭТ-53 и некоторыми неблагоприятными прогностическими факторами. Распространенностью опухолевого процесса, степенью злокачественности, неэндометриоидным гистологическим типом и метастазами в лимфатических узлах. Онкоген – это рецептор HR2-нео, представитель семейства рецептора эпидермального фактора роста. Отмечена прямая корреляция его экспрессии с запущенными стадиями и снижением общей выживаемости больных с 48 месяцев при негативном его статусе до 18 месяцев при экспрессии данного рецептора. Лучевая терапия Невантная лучевая терапия при раке тела матки всё ещё остаётся предметом дискуссии. По данным ретроспективных исследований, снижение частоты рецидивов с 25% у больных, которым лучевая терапия не проводилась, до 5% и не влияет на общую выживаемость. Низкий риск только наблюдения Средний риск прогрессирования Прогрессирование заболевания Инвазия Наличие рецепторов эстрогенов и рецепторов прогастерона Мутация Мутация Сирозно-папиллярности Светлоклеточный рак Инвазия Инвазия Более одной второй миометрия При любом уровне дифференцировки ДЖ1 Метастазы в лимфоузлах ДЖ3, то есть низкодифференцированной При инвазии менее одной второй миометрия Результаты лечения рака тела матки При низком и среднем риске Представлены наблюдения 277 больных Только наблюдения Местные рецидивы составили 6,9% И пятилетняя выживаемость 91% 263 больных с адювантной лучевой терапией Местные рецидивы 1,9% Пятилетняя выживаемость 89% Лучевая терапия Низкий риск прогрессирования 1А стадия ДЖ1,2 Прогрессирование у 3-5% больных Лучевая терапия не показана Промежуточный риск прогрессирования 1А стадия ДЖ3 1Б стадия ДЖ1,2 Прогрессирование Прогрессирование И возможно только Внутрополостная Лучевая терапия Высокий риск прогрессирования 1С,2А,2Б стадии При дифференцировке Низкой дифференцировке опухоли Кроме 1А стадии Светлоклеточный И попиллярный Сирозный рак Прогрессирование У 20-30% больных Им показана Сочетанная Лучевая терапия Гормонотерапия При раке эндометрия Эффективна ли гормональная терапия При раке эндометрия На основании Метанализа всех Рандомизированных Исследований Адьювантная Гормонотерапия Прогестинами Не целесообразна Из-за ее Низкой Эффективности И неблагоприятных Побочных Эффектов Можно Использовать Прогестинотерапию Как Самостоятельный Метод У молодых Больных Высоко Дифференцированным Раком Эндометрия Ранних Стадий Гормонотерапия С паллиативной Целью Рецепторный Статус Позитивный Опухоль Высоко Дифференцированная При поздних Рецидивах Более 12 месяцев Гормонотерапия Гестоноро Капрон Капрат Это депостат По 200 мг Внутримышечно Один раз в неделю Длительно Это может быть Медроксипрогастеронацетат Или Провира 200 мг Внутри Ежедневно Депопровира 500 мг Еженедельно Стамоксифеном 40 мг В сутки Длительно Мегистрол Ацетат Мегис По 160-320 мг В день Длительно Орган Сохраняющий Лечение Атипической Гиперплазии Эндометрия И Минимального Рака Эндометрия У женщин Молодого Возраста Атипическая Гиперплазия Эндометрия На сегодня Проводится Лечение Миреном Левоноргистрел Эта спираль Внутриматочная Которые Вводят В полость матки Она Стоит В течение 3х месяцев Через 3 месяца Эвакуируют Эту спираль Выскапливаются В полости матки При отсутствии опухоли наблюдают 6 месяцев и после этого повторно выскапливают. Но опять же возвращают на место Мирену. При раке эндометрия Мирена вводится в полости матки на 3 месяца, после чего выполняют выскапливание, а после этого назначают золадекс 1 раз в 28 дней на 3 месяца. Это те женщины молодые, которые не решили репродуктивную функцию. При положительном результате рекомендуют деторождение с последующим хирургическим лечением в плановом порядке. Химиотерапия. Активно изучается адъювантная химиотерапия, то есть после хирургического лечения назначение лекарственной терапии. Наиболее активными препаратами при данной локализации являются токсаны, антрациклины, производные платины. Базисные препараты для лекарственной терапии рака тела матки – это антрациклины, алкилирующие агенты, препараты платины, ингибиторы метоза – это токсаны и винкоалкалоиды, антиэстрогены, прогестины, ингибиторы ароматазы. Комплексная терапия рака эндометрия с использованием ингибиторов ароматазы больные 1-й, 3-й стадии рака эндометрия. Первая группа – это первый этап операции в стандартном объёме. На втором этапе дистанционная гамма-терапия на область малого таза, средняя доза 44-46 Грей. Третий этап – анастрозол по 1 мг в день однократно в течение 6 месяцев. Гормонотерапия анастрозолом проводится больным, у которых активность ароматазы в опухоли выше порогового значения. Это 7 моль андростендиона в миллиграмме белка в час, независимо от рецепторного статуса. И сравнивали с контрольной группой, когда стандартное комбинированное лечение – это операция и лучевая терапия. По результате средний срок наблюдения – 30 месяцев, двухлетняя безрецидивная выживаемость была в первой группе, и общая двухлетняя выживаемость также выше была в первой группе. Показания для адъювантной химиотерапии – это популярный, сервозный, светлоклеточный и анеуплоидный рак тела матки, независимо от инвазии и размеров опухоли. Рак тела матки 3-4 морфологических стадий. Рак тела матки ранних стадий при наличии по крайней мере двух из следующих факторов риска. Низкая степень дифференцировки, глубокая инвазия миометрия, поражение стромы шейки матки, опухолевые эмболы в лимфатических и кровеносных сосудах. Необходимо помнить, что светлоклеточная аденокарцинома эндометрия связана с повышенным риском венозных тромбозов. Показания к проведению химиотерапии при раке эндометрия. Отдаленные метастазы, рецидив заболевания в пожилом возрасте встречается значительно реже. Здесь представлены препараты для химиотерапии рака тела матки. Комбинированная химиотерапия – доксорубицин, паклитоксил, карбоплатин и цисплатин, доксорубицин. И комбинированная терапия для дьювантной химиотерапии применяются наиболее эффективные схемы неодьювантной химиотерапии. Химиотерапия местно распространенного рака эндометрия и его рецидивов. Здесь проводили сравнение больных двух схем – доксорубицин, цисплатин и таксол с карбоплатином. В результате оказался общий эффект, то есть это полный рецидив и частичный рецидив. Во втором случае общий эффект был несколько выше, чем в первом. И здесь же как выживаемость выше, медиана времени без прогрессирования была выше, и общая выживаемость была достаточно выше во втором варианте. Токсичность препаратов идет сопоставимо и при этом двух этих групп, предложенных для лечения. При сервозно-папиллярном раке 3-4 стадии высокоэффективно введение карбоплатина, таксола и общая эффективность составляет 82% с полной ремиссией у 44% больных. Время без прогрессирования – 32 месяца и медиана выживаемости – 42 месяца. Практические рекомендации лекарственного лечения рака тела матки – гормонотерапия, минимальный объем, медроксипрокостеронацетат 200 мг в сутки, мегистролацетат 160 мг в сутки, тамоксифен 20 мг 2 раза в день. Наблюдение. Большинство рецидивов происходит в течение первых трех лет после лечения. Контрольное клиническое обследование, включающее сбор анамнеза, физикальное и гинекологическое обследование, рекомендуется проводить каждые 3-4 месяца. На 4-м и 5-м годах наблюдения рекомендуемый интервал между обследованиями – 6 месяцев. Результаты лечения. Первая и вторая стадия. На первой стадии только операция, выживаемость 5-летняя – 87,8. Операция с лучевой терапией – 88,7. Только лучевая – 75%. На второй стадии выживаемость гораздо ниже. Рецидивы при лечении рака эндометрия. При наличии только операции, рецидивы дают 12%, а операция в сочетании с лучевой терапией – 0%. Лучевая терапия и операция – 3%. Пятилетняя выживаемость больных при сочетанной лучевой терапии как самостоятельном методе – это при первой-второй стадии до 88%. Выживаемость при хирургическом и комбинированном лечении в зависимости от степени дифференцировки опухоли. Первая – А до 96%. Первая – В, первая – С, все-таки это 95-90. Вторая – А до 90. Третья – В до 75. Третья – А 72. Третья – В, С, 59. И четвертая стадия – 35%. При сомнениях по поводу назначения эстрогенов больным раком тела матки можно назначить медроксипрогастерон в дозах 10 мг в сутки внутрь или 150 мг внутримышечно каждые 3 месяца. Он эффективно устраняет приливы у многих больных или негормональные препараты, такие как климаксан и климодинон. Заместительная терапия наиболее дискуссионным является назначение заместительной гормональной терапии больным раком тела матки, поскольку опухоль является гормонозависимой. Между тем, по данным нескольких ретроспективных исследований, заместительная гормональная терапия после лечения рака тела матки не повышает риск прогрессирования. У 57% больных заместительную гормональную терапию начали в течение 6 месяцев после операции. Частота прогрессирования в группе, получавших заместительную гормональную терапию составила 1%, а в группе не получавших 14%. Безрецидивный период в группе, получавших заместительную гормональную терапию, был статистически достоверно дольше. Профилактика рака тела матки. Первое – это регуляция менструального цикла, лечение гиперпластических процессов. Гормональная терапия проводится в два этапа. Лечение в репродуктивном возрасте при отсутствии других показаний к операции должна начинаться с назначения прогестогенов. Хирургическое лечение становится безусловно показанным, если проводимая гормонная терапия оказывается неэффективной. У больных с аденоматозом старше 50 лет методом выбора является хирургическое лечение, а гормонная терапия применяется при противопоказаниях к операции. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok